Ребятушки, всем доброе утро! Всех вас целуем, любим, до луны и обратно. В общем, у Эдика тут новое занятие. Жара у нас, ну, знаете, сейчас не буду каждый раз говорить про погоду. Везде сейчас жара невыносимая. 50, это точно, наверное. Как минимум, мне кажется, 50. Ну, в общем, с утра рано встаем, что-то стараемся с утра рано делать, а днем невозможно находиться на улице. И, в общем, Эдик вот по огороду, он закончил все косить полностью. По огороду собирают вот камни. Это вот намывает у нас дождями, дождями. Там у нас наверху еще пруд. Я же говорила, у нас не раз было наводнение. Ну, вот вода бывает вытекает, и вот это все намывает. И вот это он две телеги собрал вот этих вот, видите, всяких. Это еще как минимум таких 2-3 будет получится. Вот собрал вот таких вот камней. Это я все не знаю куда. Когда вот эту установим плиту, и вокруг. И вот смотрите, столько деревьев, желательно бы их, конечно, вечером поливать. Но если мы включим воду и будем поливать, по переулку не будет воды. Да, все люди будут сидеть без воды. И этот. Вообще, по-хорошему, скважину надо делать скважину. Вот, ребятки, кто у вас, кто есть со скважинами, вот именно бурение, кто делал себе? Как вообще, сколько это обходится? Сколько обходится? Что за вода? Да, можно ли такой водой поливать деревья? То есть, пригодна ли она вот для полива? Ну, в общем... Для купания. Но пить-то мы ее не будем. Ну, да. Вот. А так, в идеале, для такого сада нужна скважина. Просто крайне необходимо. Потому что, вот, ну куда, плюс 50, они, ну, стоят пока. А так могут, конечно, и засохнуть в такую жару. И уже, тем более, такие деревья... Как там тебе сказали, на каждый год жизни по ведру, да? Да. По ведру на каждый год жизни. А им уже, получается, ну, два года, да? Больше каких... Ну, вот этим... Эти молодые. А вот этим могут... Уже по-да, по 6 лет где-то. Больше. Больше даже. Ну, в общем... Ну, хорошо, хоть сами с водой. Хоть вода в этом году, тьфу-тьфу-тьфу. Один раз, по-моему, отключали, без перебоев мы. А то у нас каждое лето то не то, так это, то утонуло. Че-то затонуло, че-то уплыло. В этом году нормально. Мотор сгорает. Да. И, в общем, че мы... Вот эту крышку мы освободили. Это та, что пойдет вот сюда, на уличный туалет. Освободили ее от опалубки. Эдик же заливал вот эти вот, видите, ручки. За что брать. И, в общем, ждет. Теперь мы не можем найти этот... Племянников ждет этот. Придут, помогут. Ну, где-то 4 мужика хороших, сильных надо. Чтобы вот за трубы взять и поставить вот эту вот крышку туда на место. И тогда... Ну, раствор надо, раствор и на раствор... Ну, это все так быстро надо организовать, чтобы они не этот... Да. Ну, кто-то работает, кто-то... Ну, племянники пришли, быстро подняли, опалубку освободили. И, в общем, теперь надо этот... Хороших мужиков, чтобы подняли и поставили. И можно дальше продолжать с этим туалетом. А так у нас, в принципе, в целом... Ну, видя-ка, дела не стоят, он нахуй... Видите, жара. Он пошел камни собирать. Этот... Сейчас невозможно ничего по стройке делать. Можно что угодно получить. Вообще, в жару находиться, говорят, и инсульты, и все, что хочешь. Максимум два, и надо заходить куда-то в тенек. В тенек прятаться. Сегодня ночь вообще, чуть не умерли. Вот такая духота была. В летней же кухне там включаем кондиционер. И вот это для нас спасение. Мы все бежим туда. А ночью в комнатах нету у нас. И вентилятор у нас калечный такой. Ему уже сколько лет в обед. Еле-еле стоит. А шумный. Это вообще включили сегодня ночью. Ну, от него толку особо и не было. Так что, ребятки, вот такие вот делаем. Так, все, сейчас Тимуром заносим. Ага. В общем, заносят мангал на свое место. Конечно же, он уже высох давно. Посмотрим, насколько этой краски хватит. Ну, он ржавчину дал за счет того, что вот он под дождь тогда у нас попадал. и не один раз. А эти будешь одевать? Столики, молики на него. Столики, молики, да. Тогда туда чуть-чуть. Тимур, все эти запчасти от него. Вот это... Я не знаю. Ну, столик... А, столик туда, а вот это, которое сюда. Вот это, ребятки, все, это не бардак. Это все строительное такое дело. В общем, сейчас туда-сюда вот это все мы разберем, поскладываем. Там же то туалет, там, то тут вот работали, делали дела. И вот это творческий беспорядок строительный. Шаня, жарко тебе, да, малыш? Все, ребятки, вот эту вот часть Эдик уже все почистил. Вот, видите, вот он цементом тогда засыпал, цементом. Прогрунтовал вчера, вон, грунтовал. Прогрунтовал, проливали вот это все, только вот эту половину. А вот где Шанька лежит, эту половину еще не чистили. Видите, она какая. Тут надо шпателем все зачищать, веником выметать. А здесь уже все, вот такой вот окончательный результат. Все, сейчас на днях этого каменчика привезу. Ага, он нам выставит все, что сюда, трубу надо, или этот каменчик, печник, как их там называют. А этот точно так же, только с этой стороны. Все казаны, все сюда позанесу, поскладываю, все, что касается вот мангала, все штучки. Ой, Шань, чуть на тебя не наступила. Ну, вот и так по размеру. По размеру, да. Отлично. Вот теперь где-то, я так думаю, вот теперь уже можно будет задумывать, где дверку делать, какие, видите, калеры. Ну да, но это уже вот по факту он приедет. Прямо током вот туда. Да. Либо туда, вот так, не знаю. Либо, может, он скажет туда, он посмотрит направление ветра. Да, вот этот важный, оказывается, момент. Я не думала, я думала, а, трубу вставил, вывел и все. Нет, там, короче, к этому тоже нужен подход. Я столько роликов, столько видео пересмотрели мы на эту тему. И этот, все зависит, вот как ты трубу правильно поставишь, неправильно поставишь, все, опять будешь дымом захлебываться. А дырак не хочется лишних делать. Лишних делать, да. И чтобы потом опять выносить его на улицу, а потом опять заносить после этого, чтобы вот он стоял на своем месте, как бы все время. Стол вот этот старый, что мы восстановили, тоже сюда занесу. Готовить тут будем. Ну вот мне так хочется, быстрее бы этот, похолодало, борща наларить на костре. Так что вот так. Так, ну и эту половинку, да, тебе надо затереть. И все. И красота. Не затереть, а загрунтовать. Загрунтовать. О, кот наш вернулся. Бедолага, арматура. Бедолага, арматура. Дома тебе не сидится. Сидел бы, ел бы, пил. У мамы тоже этот, вот насколько там, ну я люблю, да, животных. А там мама, насколько там с ума сходит за своей собакой, за котом. Этот. Тоже худой, как наш, вот такой вот. Ну, летов. Ну да. Дровник вот этот вот занесем тоже. Вот там у нас кучка вот еды. Ну, в общем, вот это все уйдет. Это, девчата, не бардак, а такое все. И не выкинешь, и в дровник все, дровишки поколем. И этот сложим. А, да, вешалку вот эту вот рабочие вещи будете снимать. А, о, в идеале. А, туда до конца не дойдет, да? Или дойдет? Не знаю. Не, не, ее вот сюда надо, с краю. Я вообще сюда ее хотела. Не, не. Чтобы вот эти рабочие, в чем косики, вешать. Вот сюда вот с краю она будет стоять. Это вешалка, да, тоже еще каких времен? Наверное, старше меня это вешалка. Да? Я ее тоже покрасила в серый цвет. А что вот она железная, да? Что с нее? А вот, кстати, на овал берет смотрела, а там до сих пор такие вешалки продают. Ну, там, наверное, смотрела тяжелая какая-то. Да, ну, там, наверное, облегченная, наверное, точно. Думаешь, она упадет. А эта, может, тяжелая. Да. Ну, все, слава Богу. На своем месте все. Теперь все топорики, мапорики, шампура тоже все сюда занесу. Все так компактненько поставлю. Все как должно быть. А, вот решетка. Это еще гриль. На ней мы еще ни разу не пробовали ничего жарить. Это овощи, овощи раскладывать. Там перцы, баклажаны. Блин, и жалко теперь пользоваться этот, что он покрашенный. Сейчас опять маслом зальем. Вот это еще ни разу мы не пользовались. Как он объяснил, ну, всякие там можно рыбу вот на ней жарить как раз без масла, без добавления масла. Овощи там всякие разложил. Красота. А, эти штучки вот сюда тоже повесить. О, прелесть. В общем, сидим, стоматология. Приехали. Ждем. Ждем. Сегодня вроде мне должны коронки поставить. Как? Я ждала среду. Мне кажется, что что-то такое уже изменится. А там, не знаю, посмотрим, что за коронки. Видите, вот эти рыбы. Это постоянно в этом месте. Она вообще неподвижная. Редко-редко двигается. Вот как не придем сколько раз, видите, она вот в этом углу. И вот такая же маленькая, тоже неподвижная. Вон она, видите. И полосатики там тоже прячутся. Они тоже неподвижные. Тоже что-то плавать не хотят. Самый активный это вот этот вот. Простой. Как мама моя, она таких, ну, простолюдин. Ну, и вот эти вот акулки. Бойди-ка тоже сегодня. У тебя обточка, да, сегодня будет? Не бойся, обточка не больно. Ну, колоть буду. Все, что колют, все не больно. И Алину. Алина там в другом кабинете тоже сидит, ждет очередь. В общем, мы оптом ездим, оптом. Тимур. Тимура, правда, зубы похвалили. Сказали, очень хорошие. Но два зубика надо лечить. Так что. Так, ребятушки, ну все, мы дома. В общем, сегодня произошло важное событие. Поставил мне мастер коронки нижние. Ну, вау, просто. Поставил пока на временную фиксацию. Мне к нему еще и еще ездить. Ну, в общем, конечный результат уже будет где-то через неделю. Разговариваю опять так неудобно. И, в общем, коронки я эти, вот чуть-чуть вам покажу. Уже конечный результат потом увидите, когда я буду улыбаться. И цвет мне понравился. И я их не чувствую, как инородное тело во рту. То есть все, они сели, они мои, они мои родные. Единственное, теперь мои верхние зубы не совпадают вот с этими коронками. Он сказал, прикус я тебе исправлю. Все, верх сделаем как надо, чтобы все соответствовало. В общем, я очень довольна. Вот он мне только посадил. Все, я думаю, ну ладно, подождем, в машине едем. Бывает же, когда чувствуешь, как инородное тело, пока там притрешься. Нет, вот просто замечательно, шикарно, идеально. Но теперь у меня верхние зубы с этими зубами не смыкаются. Ну, цвет, вот прям я выбрала, вот прям то, что у меня такие красивые зубы, вот как он мне сейчас поставил коронки. У меня свои даже такими зубы не были никогда красивыми с самого молодого. Ну, посмотрим теперь, как это верх будет, как это все будет сочетаться. Вот. Эдику тоже сегодня обточили. Он так боялся, так боялся. Но все прошло, ну, замечательно, великолепно просто. И, в общем, девчата, была я сегодня подстригла вся. Опять у своей девочки, которая меня стрижет, ну, произошел казус. Я к ней уже хожу на постоянной основе. Ну, сколько, она раз пять, наверное, шесть я у нее была. Ну, я также буду продолжать к ней ходить. Ну, в общем, может из-за жары, я не знаю, что могло на нее повлиять. В общем, она мне выстригла. Девчата, вот этот висок прям выстригла. А вот этот, вроде бы, просто вот как оно должно быть. И, ну, она начала потом нигелем тут. И так думала, что я не замечу. Я, конечно, и Алина сидела тоже, ждала меня, тоже заметила. Но я ничего ей не сказала. Я не стала ей портить настроение. Там, что, ну, не приклеишь же, правильно? Это все отрастет. Это дело там одной-двух нигеля. Ну, она всегда меня стригла просто безупречно. Мне ее стрижка очень нравилась. Но что-то пошло не так, потому что у нее всегда очень... Я к ней никогда не записываюсь. Пришла, смотрю, она кого-то стрижет. Она говорит, после нее еще кто-то будет. Но та женщина пришла чуть попозже. Ну, в общем, я сидела. После меня еще люди сидели. И все хотели именно к ней. Ну, и, в общем, у нее вот так вот получилось, как получилось. Оно, конечно, не сильно. Ну, в принципе, заметно. Ну, ладно, бог с ним. Это все ерунда. Ради этого не стоит ругаться, портить настроение, себе, идеи. Это все как бы мелочи жизни. Ну, и по мелочи кое-что купила. Овощи, фрукты. А, зашла, конечно же, краску после стрижки. У меня всегда мне надо подстричься. А потом уже после стрижки я крашусь. Взяла краску свою, темный каштан, как я и беру. Также взяла свой. Я ему не изменяю этому бальзаму. Чистая линия. Он, не знаю, он мне нравится. Я уже сколько лет им пользуюсь. То есть, волосы мою дегтярным, или что-то мылом. Обычным дегтярным мылом сверху наношу бальзам. И тут увидела такую штуковину. Я за нее давно слышала. Я много читала отзывов. И в Альберисе, и в Азоне. И тут я, когда вот брала вот эти все мыльные, рыльные, смотрю, тут тоже продают. В общем, СОС, кератин, восстановление. Так, устраняет за один год, один год повреждений. Ломкость, в общем, это когда помыл голову, на влажные волосы наносишь. Это такая несмывающая штука. Стоила она 360 рублей. И вот хочу вот таким кератином тоже, ну, пока не за Алина, я тоже будем пользоваться. Камиле тоже будем. Камилу тоже надо подстричь перед школой. Кончики, волосы длинные. У нее прям сильные отрасли. Буду пробовать. Так, конечно, девчата, как морские цены, да, как когда я на море показывала, когда помидоры 230, когда такие вообще заоблачные цены, когда виноград 350. В общем, взяла виноград какой-то, как у того, он сказал, ореховый, что ли. Вот такой крупный зеленый виноград. 130 рублей килограмм. Так, нектарины взяла. Нектарины, ну, ничего это я есть не смогу. Вот, скорее всего, я всю неделю проведу на супчиках. Ну, может, на какой-то мягкой рыбе. Потому что, ну, жевательная функция сейчас отсутствует. Это с этим не совпадает. И поэтому пищу перетирать нечем. Нектарины тоже хорошие такие, мягенькие, тоже по 130 я брала. А вот огурцы я не помню, почему брала. 40, 40 рублей огурцы. Катушки взяла 5 килограмм, хороший такой, по 30 рублей. Прям чистенькая такая, отменная, как я люблю. Дальше взяла мою. Я так хочу мою. Ну, не знаю, получится ли у меня есть этими зубами. Ну, в общем, хочу. Вот, наверное, прям сейчас я этим займусь. Сейчас я ее помою. Чистить не буду. Потому что там вот так вот головку оторвал, и все это сразу отходит. Вот, мы барабулю на море ели. Барабулю нечищенную жарят. Уже сидишь, сам чистишь. Поэтому обрадиться не буду. Сейчас помою. И по вашему совету, по вашему, как вы мне советовали, что в духовке и в кукурузной муке обвалять. Не помню точно, есть, нету кукурузная мука. Но сейчас посмотрим. Если есть, так и сделаю. Поставлю в духовку. Она же все равно, рыбка мягкая. Ее можно как-то хоть не жевать, хоть растасывать, наверное. Так, помидорки взяла. Тоже вот такие миленькие, розовые. Салатики. Помидоры были по 50 рублей. По 50. Даже по 50 крупные были. Но я уже, мы торопились, чтобы к зубному не опоздать. Я уже первые попавшиеся там в рынок не заходила. В палатки взяла. И так мы и вернулись. Так, ну и все. Это Элик себе взял. Козы, по-моему. Или что это? Я не знаю. Я не впутываюсь вот этих местных колбасок. Ну, это такая колбаска, которая вот прям натуральный просто. То есть, у меня она рядом не стояла вот с этими колбасами, которые продают в магазине. Даже самыми-самыми дорогие. Это все натурпродукт. Это делает домашнее такое производство. Ну, и все. Такие вот покупки. То есть, только докупила, допустим, то, что мне надо. Минералки. И еще и декайран брал. Так что, вот такие вот дела. Все. На этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую и люблю. До луны и обратно. Счастью моему, просто нет предела. Я даже не ожидала вот то, что сейчас... Ну, он говорит, на временную пока фиксацию поставлю. А там, говорит, уже переделаем. Ну, в смысле, поставлю на постоянную. Мне, говорит, надо посмотреть, как ты с ними, говорит, походишь. Как ты будешь их чувствовать. Вот. А потом уже, говорит, на постоянную. Ну, когда я только в руках у него увидела, я все, я уже влюбилась в этот цвет, в эту форму. Ну, то есть, это так, естественно, выглядит.